Сегодня гость нашей студии начальник управления муниципального контроля администрации города-курорта Кирилл Чененков. Здравствуйте, Кирилл Александрович. Добрый день. До прошлого года анапчане плохо разбирались, чем занимается управление муниципального контроля. В этом году все изменилось. Какие кардинальные изменения произошли и в чем заключается ваша работа? Действительно, в мае 2014 года наше управление было реорганизовано. Был добавлен новый отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства. В этот отдел были введены 7 экипажей, за которыми за каждым закреплен определенный округ, также города и района. Чем они занимаются? Они выявляют незаконное строительство, самозахваты земельных участков, нарушения правил благоустройства и, в общем, следят за порядком в городе. На самом деле муниципальному контролю достались самые сложные вопросы. Один из них – самовольное строительство. Как сегодня борются с самостроями и какой самый эффективный способ, на ваш взгляд? На самом деле, несколько способов выявления самовольного строительства. Первое – это самовольное строительство определяется сотрудниками управления при мониторинге своих территорий, закрепленных округов. И второе – это у нас существует на сайте «Анапа официал» «Народный самострой». Каждый человек может зайти на этот сайт, указать на карте место, где он увидел данный объект самовольного строительства, по его мнению. Мы обязательно туда выйдем, проверим и на сайте мы укажем – это самовольное строительство, либо официальное. А за последний год много выявлено? На самом деле, с каждым годом самостроев становится меньше в «Анапе» из-за активного участия муниципального контроля в этой работе. За прошлый год было выявлено 90 объектов самовольного строительства. По всем объектам были направлены материалы в суд. По 53 объектам вынесены решения суда, а 37 еще находятся в производстве суда. Приобретая жилье, есть всегда риск нарваться на недобросовестных застройщиков. Как потенциальные покупатели могут себя обезопасить и какие есть рекомендации, чтобы не связываться с недобросовестными застройщиками и не нарваться на жилье в самострое? В первую очередь, я посоветую людям обращаться в Управление архитектуры городостроительства. Также могут они спокойно позвонить по телефону 58696, это Управление муниципального контроля, телефон, и получить всю информацию, добросовестно это застройщик или нет. И хочу людей проинформировать о том, что они должны всегда, перед тем, как покупать квартиру, спрашивать у застройщика разрешение на строительство, целевое назначение земельного участка, и имеются ли технические условия для подключения коммуникаций на данный объект. Есть ли какой-то перечень недобросовестных застройщиков, которые они могут? Да, конечно. На официальном сайте администрации города, курорт Анапы, имеется список объектов, в которых не рекомендуется покупать квартиры. Раз уж мы заговорили о застройщиках, Управление муниципального контроля, я знаю, ведет непрерывную работу и с застройщиками, и с подрядчиками. В чем она заключается? Ну, в первую очередь, нам нужно строительные площадки обезопасить от проникновения туда детей, потому что у нас строительные площадки несут угрозу жизни. Вы сами понимаете, то, что подъемные краны, блоки, заборы. Поэтому Управление муниципального контроля ежедневно проводит мониторинг, где выявлены кривые заборы, заставляют их убрать. Выезжающая техника выходит с грязными колесами, мы заставляем застройщиков поставить мощь и установки для колес, сделать специальные дорожки из плит, для того, чтобы грязь не выходила на улицы города, и для того, чтобы жителям города было комфортно передвигаться на своих автомобилях и не пачкать их. Сегодня администрация города-курорта очень большое внимание уделяет вопросам благоустройства. Как вы работаете в этом направлении? Специалисты отдела по благоустройству ежедневно мониторят территорию города. При выявлении нарушений проводится устная беседа. Мы рекомендуем жителям и предпринимателям города содержать свои территории и прилегающие в надлежащем состоянии и следить за порядком. Тот, кто нас не слышит, мы составляем протокол административного правонарушения и отправляем материалы на комиссию, где они рассматриваются. Есть ли какие-то данные? Много нарушителей было в прошлом году? В прошлом году в управлении муниципального контроля было составлено 1659 протоколов административных правонарушений, то, что касается по благоустройству. Все материалы были отправлены на комиссию, которая рассматривает их. И по 1107 материалам были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 1 млн 424 тысячи. Из них 987 тысяч пошли в краевой бюджет и 437 тысяч пошли в наш местный бюджет. Насколько мне известно, вы тесно взаимодействуете с общественниками, посещаете собрания в микрорайонах. И эта практика появилась недавно. Насколько она оправдана? Как она себя реализует? Да, действительно, мы очень плотно общаемся с координаторами ТОС. Они нам очень сильно помогают, им за это огромное спасибо. Они всегда своевременно сообщают нам о всех проблемах, которых интересует. И сотрудники управления муниципального контроля незамедлительно выезжают на их обращения, жалобы и быстренько все устраняют. Сегодня у нас в студии был начальник управления муниципального контроля администрации города-курорта Кирилл Чененков. Спасибо, Кирилл Александрович. И вам спасибо. Спасибо.